Привет, друг! Ты на канале J-Centers, меня зовут Джон Кормилицин, это 43-й новостной CG-выпуск с новыми обновлениями, событиями и технологиями. В этом выпуске расскажем об обновлении Майя 2022. iPySoft выпустил плагин для Unreal Engine. FaceBuilder от Kintools теперь пинит лицо на фотографии и новый уровень опен-сорса. Разработчик Blender стримит исправление багов. iPySoft запустила плагин для Unreal Engine. Он обеспечивает передачу движений в реальном времени напрямую 3D-персонажу в Unreal. Раньше для загрузки в движок сначала было необходимо экспортировать анимацию из iPyStudio в файлы FBX, а затем импортировать их уже в Unreal. Теперь с новым плагином можно по ходу съемки просматривать и корректировать анимацию сразу на 3D-модели. Те, кто не знаком с софтом, iPySoft – это разработчик технологии безмаркерного захвата движений iPyMockup Studio. Съемка движений происходит с помощью обычных RGB-камер или камер с датчиком глубины, например, таких как Kinect Azure. Вышло крупное обновление Maya 2022. Autodesk пропустила Maya версии 21, перескочив с декабрьской Maya 20.4 сразу на Maya 22, чтобы соответствовать отсчету версии 3ds Max. В 22-й версии обновили интерфейс загрузки и ускорили сам запуск. Добавили новые инструменты для риггинга, Solidify и Morph. Первые при деформации объекта определяют области, невосприимчивые к этим изменениям. Добавили фоллофы на rig. Появилась система Component X, которая создает группы вершин, ребер или граней, а затем позволяет управлять тем, какие деформеры действуют на эти части. Внедрили новую систему моделирования Swip Mesh для процедурного создания геометрии. Она генерирует мэш вдоль направляющей кривой, аналогично модификатору Swip 3ds Max. В дополнение есть несколько предустановок. Появился новый Hosting Editor для управления призраками в анимации. Graph Editor получил Peak Removal Filter для очистки шумов в анимации. Помимо этого представили Create VR, отдельное приложение для моделирования в виртуальной реальности. Это альтернатива сторонним инструментам, таким как Gravity Sketch и Adobe Medium. Полностью интегрировали формат USD от Pixar, что обеспечивает надежность и позволяет загружать несколько гигабайт данных за секунды. И я очень надеюсь, что USD-формат добавят абсолютно везде, и это будет единый формат для всех программ. Отмечается, что поддержка камер и источников света еще мало проработана. Maya 22 теперь совместима с Python 3 и OpenColor IO 2. Показали новый плагин Game Vertex Count, который отмечает количество вершину объекта, перед тем как закинуть его в Unity или Unreal Engine, помогая тем самым в оптимизации игр. И да, ежемесячная подписка выросла на 10 долларов, и теперь стоит 215, а годовая 1700. Полный перечень новых возможностей смотри по ссылочке в описании. И еще, конечно же, Autodesk выпустил 3ds Max 22. Это обновление не такое объемное, как Maya. Обновили некоторые инструменты моделирования, такие как Smart Extrude и модификаторы Relax Slice и Symmetry. Теперь с Extrude при создании отверстия при выдавливании вовнутрь можно делать разрезы, удалять и сшивать грани, и соответственно наоборот. В Relax добавили опцию Preserve Volume для снижения шума. Slice получил инструмент радиального среза сразу по трем осям. В Bake to Texture добавили 12 предварительно настроенных карт AO, Color, Metalness, Normal, Opacity и других. Ссылочка в описании. Вышел Kintools 2021.2. Обновление снабдили нейросетями, позволяющими за пару кликов находить и пинить лица на фотографиях. Новый инструмент называется Align Face. Есть как Face Builder, так и Face Tracker. Система пока еще не точная, поэтому потребуется немного ручной настройки. Face Tracker и искусственный интеллект работают пока только для настройки ключевых кадров, а не для самого процесса захвата. Кроме того, теперь все плагины Kintools работают в NUC13 и Blender 2.93 Alpha. Ссылочка для скачивания в описании. Для новых пользователей действует 30-дневный пробный период. Unity представила две версии своего движка. Это Unity 2020 LTS и Unity 2021.1 Tech Stream. Последний, то есть Stream, дает доступ к незавершенным функциям и позволяет протестить новые возможности. В то время как LTS-версия Unity, как и обычно, обеспечивает стабильность. Она объединяет функции улучшения, внесенные за предыдущий год. Благодаря улучшениям Universal Render Pipeline, Shader Graph, VFX Graph, Cinemachine, Animation Rigging и многого другого, LTS 2020 работает с наименьшим количеством прерываний. Также LTS включает поддержку OpenXR и Oculus Quest 2. Кроме этого, AR Foundation 4.0 поддерживает ARKit с использованием датчиков LiDAR на iPhone 12 Pro и iPad Pro. А вот в Tech Stream добавили пререлиз набора инструментов XRI, который позволяет создавать AR и VR без необходимости кодировать все с нуля. Финальная версия XRI будет доступна в LTS 2021 года. Ссылочка со всеми возможностями в описании. Немного сумбурно, но на сайте Unity так все описано. Blender выходит на новый уровень опенсорса. На YouTube-канале разработчиков Blender запустили новую рубрику, в которой стримат исправление различных багов. На момент выхода этих новостей прошло уже 5 стримов. Каждый идет примерно 2 часа, ссылочку на канал оставили в описании. Есть тут те, кто уже смотрели эти прямые эфиры? Напишите, пожалуйста, в комментариях. House опубликовала статью о изменениях PBR материалов Corona Render 7. Обновленный Corona Physical имеет 34 предустановки нескольких видов материалов. Появились новые настройки Clear Code, Shin, Metalness, Routness и Anisotropia. Также у него более повышенная совместимость с материалами, созданными с помощью Substance и Quixel Mixer. Помимо этого, для использования нового материала обновили Corona Converter. Выход Corona 7 запланирован на второй квартал 2021 года. Новые фичи доступны в ежедневной сборке Corona Render для 3ds Max. А вот в Cinema 4D все новые функции поступят в ближайшие сборки. Ссылочка в описании. Realusion представила Character Creator 3.4. Программа используется для создания 3D персонажей. В новой версии добавили Smart Hair, модульную систему добавления волос. Идет она вместе со Smart Hair Shader, который позволяет смешивать и сопоставлять различные укладки, а также окрашивать и контролировать блики. Созданные волосы можно экспортировать напрямую в Unreal с помощью бесплатного плагина Auto Setup, а вот перед экспортом в Maya, Blender или Unity шейдеры необходимо будет запечь в PBR текстуры. И еще Smart Hair совместим с основными программами для волос, такими как Arnatrix, X-Gen и аддон Blender Hair Tools. Помимо этого, в версию 3.4 включили поддержку новых функций iClone 7.9, о них скажем далее. И еще обновили базового персонажа CC3 Base Plus, ссылочка в описании. И вот как раз Realusion выпустила iClone 7.9, он уже предназначен для анимации персонажей. Добавили новую систему синхронизации губ Акки Липс и Экспрэшн Плюс. Новый набор форм лица на основе сканирования. Акки Липс подбирает анимацию при синхронизации губ для разных темпов и стилей речи, включая шепот, бормотание, крик и пение. Программа также поддерживает новую систему Smart Hair, представленную в Character Creator 3.4. Вышел Howler 21.4. В основной функционал программы входит создание цифровой живописи и анимации, а также обработка видео, композитинг и работа в 3D. В последнем выпуске переработаны практически все инструменты для повышения скорости и качества использования GPU. Добавили новый фильтр Клахи, который регулирует контраст локально для отдельных участков изображения. Еще появились фильтры размытия альфы и размытия виньеток. Полный перечень изменений смотри по ссылочке в описании. Программа доступна только для Windows. W Parallax представила 6 бесплатных текстур Parallax из своей новой платной коллекции текстур. Предназначены они для архитектурной визуализации. 4 карты из бесплатного доступа содержат различные элементы комнаты за окном, а точнее домашние атрибуты, причем как с дневным, так и вечерним освещением. Другие две отображают витрину торгового помещения. Путем Parallax наложения создается иллюзия трехмерного интерьера. Это вообще на самом деле офигенная штука. Они идут в комплекте с готовыми сценами 3ds Max и Cinema 4ds с уже настроенным освещением. Ссылочка для скачивания в описании. Adobe обновила коллекцию бесплатных материалов на Substance Source, добавив еще два набора параметрических сред обитания. Коллекция фотореалистичных элементов окружающей среды содержит уже более 700 сканированных объектов. Каждый PBR материал является параметрическим, бесшовным и имеет разрешение до 8К. Из нового это поверхности песка, камней, гальки, материалов деревьев, скал, каменистых и лесных троп. Помимо этого, включили элементы искусственные отделки стен, дорог и тротуаров. Для каждого материала имеется несколько пресетов. Ссылочка на бесплатные осеты в описании. Один из наших подписчиков поделился программой Armor Paint. Оно используется для прорисовки текстур 3D моделей и создания материалов. Недавно вышло обновление 0.8 DEV. Программа работает на собственном движке 3D рендеринга. Работа строится на основе нодовой системы. Обеспечивает плавное рисование в разрешении 4К и известно, что в разработке находятся функции запекания с трассировки лучей. Также различные эффекты и рендеринг во вьюпорт. Уже сейчас можно протестировать плагины для Unreal Engine и Unity. В конце февраля разработчики получили награду Epic Mega Grand. Armor Paint работает на Windows, Linux, macOS и Android. Поддержка iPadOS находится в разработке. Ссылочка в описании. Наткнулись на новую разработку Plasma. Веб-приложение, которое превращает скетч в 3D модель. Программа еще не вышла, но можно подписаться на рассылку, чтобы не пропустить выход бета-версии. Мы вот уже ждем тестирования. На сайте указано, что Plasma будет совместима с форматами WebGL, OBG и FBX. Также есть информация о том, что разработчики создают тактильную перчатку, которая позволяет напрямую лепить модели в 3D. Ссылочка в описании. Желаем удачи в развитии разработчиков. На сайте NASA можно отправить свое имя на Марс. Не знаю, зачем это нужно, но, как сообщают, оно отправится туда во время следующего полета. Надеюсь, это не какой-то криптоарт. И после еще можно приобрести посадочный талон. Вот такие дела. Еще один из наших подписчиков отправил ссылочку на генератор картинок в стиле Everyday Beeple. Если доработать вручную, накинуть фильтров и прочего, может будет выглядеть неплохо. На обложке этих CG новостей победитель нашего конкурса. И да, этот арт выставлен как NFT. Спасибо, друзья, за просмотр. Посмотрите, пожалуйста, мой предыдущий видосик, потому что я решил немножко поэкспериментировать. У меня на самом деле есть очень много таких тем, которые мне хотелось бы вам рассказать. Самое главное, чтобы вам было действительно интересно. Такой формат я делал год назад, но сейчас я думаю, что может быть вам понравится. Всем спасибо и удачи!